Учебный год в сельской школе Мамонтовского района начался за новыми партами. Мебель для образовательного учреждения изготовили на производственном участке заключенные лечебно-исправительного учреждения. К примеру, для начальных классов там сделали регулируемые по высоте парты и стулья, которые будут расти вместе с учениками. Качеством мебели мы довольны, потому что учлись полностью все наши пожелания. Учли цветовую гамму, ту, которую нам надо, потому что цветовую гамму мы выбирали не самостоятельно. Мы выбирали ее с помощью детей и родителей, мы писали заранее сочинения, рисовали то, какой бы мы хотели увидеть в свою школу. Оборудовали школьную библиотеку. Там появились новые стеллажи с книжными вставками. Классы пополнились стульями, учительскими и компьютерными столами. В общем, всем, что нужно для комфортного учебного процесса. Закрывать потребности отечественного рынка заключенных обучают в училищах при колонии. Там они получают нужную специальность, а затем трудятся в цехах. Работники УФСИН добавляют, такое производство в современных реалиях может заместить импортные поставки. Мы покупаем сырье у поставщиков российского производителя. То есть у нас на все сырье и материалы имеются все документы, подтверждающие факт производства данного сыря только в Российской Федерации. Кроме того, исправительные учреждения провели работу по обязательной сертификации производимой продукции и получили все необходимые документы, которые подтверждают качество уже готовой продукции. Кстати, производят в колониях не только мебель, а ее, к слову, более 70 наименований, причем самые разнообразные. Осужденные также шьют форму для сотрудников различных предприятий и даже делают детские игрушки и сувениры. Мария Мацаева, День с толком.